Всем привет-привет, добро пожаловать снова на канал. С вами, как всегда, я Анастасия, и мы сегодня будем разбирать самые последние события из нашей солнечной страны. И поскольку жара пока что еще позволяет выходить на улицу у нас здесь, у Средиземного моря, то мы сегодня будем снимать нашу рубрику именно здесь, на пляже, в нашем замечательном городке Альбир. Итак, про ситуацию хочу сказать, что наконец-таки мы достигли в первый день уже за, наверное, месяц, а то и больше, отметки случаев ниже, чем 20 тысяч. На данный момент у нас 15 680 новых случаев за последние 24 часа. Если вы помните, то несколько дней спустя, даже и вчера, вот позавчера, все эти дни у нас было больше, чем 20 тысяч, а сейчас уже 15 с чем-то. Что просто замечательно. И индекс тоже продолжает понижаться и уже достиг отметки 528 случаев на каждые 100 тысяч жителей. Также есть очень важная новость. Впервые за целый месяц у нас понижается количество людей, которые находятся в реанимации, то есть в реанимациях из-за этого вируса злосчастного. Что указывает на то, что по чуть-чуть вроде бы как ситуация улучшается и раз это уже стало заметно и в госпиталях, в реанимациях, то действительно, значит, по чуть-чуть все идет на поправку. Очень медленно, да, но все же на поправку. Больше всего ситуация улучшилась за последние сутки в Каталонии, на удивление, и в нашем округе Валенсии. В Каталонии на 46 пунктов упал индекс, а здесь аж на 43, что тоже много. По идее, везде во всей Испании, говорили раньше, кроме Сеута и Мелии, двух автономных городов, ситуация улучшалась, но сейчас уже указывает все на то, что по всей Испании абсолютно ситуация стабилизируется понемножку. Но, тем не менее, хоть все и улучшается, абсолютно все регионы Испании, все провинции, все области находятся еще до сих пор в экстремальном риске заражения. Вот такая ситуация на данный момент, больше нигде не ввели паспортов зеленых, они действуют по-прежнему в Галисии, чтобы пойти в бары, рестораны, кафешки, места общепита и так далее. Ну, а в остальных регионах, регионы борются с Верховным судом, но если Верховный суд решил, что критерии не совпадают, что не нужно этого пока еще делать, то так уж этому и быть. С другой стороны, для нас это, конечно же, лучшая новость, ну и для туристов, которые сюда приезжают, конечно же. Вторая новость о том, что как раз таки вот сейчас, буквально завтра, послезавтра, с 12 до 13 августа, можно будет наблюдать на небе просто очень красивое явление. К сожалению, его можно будет наблюдать не везде, а только в тех местах за городом, где-то, где нет искусственного освещения. То есть нужно наблюдать, как за звездами в полной темноте, только тогда вы сможете это увидеть. И это так называемые персейдас, у нас их называют в Испании, говорят, что это звезды, которые падают с неба. Но на самом же деле это частички, вот пыль, которая попадая к нам в атмосферу, она загорается, да, и вот этот свет мы как раз таки и видим. Но красиво, конечно же, назвать звезды, которые падают с неба. Многие люди как раз таки загадывают желание именно в этот день, в надежде, что оно сбудется. Говорят, что их можно было увидеть уже с конца июля и аж до 24 августа. Но вот эти два дня, завтра и послезавтра, они будут именно самыми яркими, самыми видными для нас, видны человеческим глазом. То есть не нужно будет даже брать телескоп, ничего подобного. Хотя я должна рассказать, что помимо того, что их рекомендуют за ними наблюдать, начиная с половины 12 вечера ночи, именно тогда лучше всего видно, и к тому же даже есть уже целые апартаменты, какие-то места в деревнях, которые предлагают там у них жить, ночевать, что-то наподобие отеля сельского. И они даже имеют обзирватории свои, то есть площадку для наблюдения, где стоят либо телескопы, либо просто человек даже невооруженным глазом может просто лечь, посмотреть на небо и наблюдать, ждать, когда же он увидит эту падающую звезду. Что на самом деле замечательно, это очень красивое явление. Многие люди здесь в Испании будут находиться именно на пляжах, если это можно сделать, конечно же, потому что не забывайте, что во многих зонах есть комендантский час. Но здесь комендантский час с часу ночи до 6 утра, например, во многих регионах, поэтому, почему бы и нет, в 12 часов ночи еще вовсю можно сидеть и смотреть на звездное небо. А вдруг улыбнется удача, и вы увидите эту самую падающую звезду. Третья новость о том, что у нас очень изменились предложения на работу, которые можно увидеть онлайн. Здесь в целом в Испании аж на 214% по сравнению с временем до пандемии выросло предложение работ, которые их можно делать с дома. То есть не нужно никуда ездить, в офис работать, вы можете работать полностью удаленно. И многие эксперты говорят, что такой вид работ не исчезнет после того, как ситуация с пандемией будет, надеяться, улучшится, а останется с нами почти навсегда. Да, есть все больше и больше работников, которые на самом деле очень довольны таким видом работы, потому что это помогает им быть семьей, одновременно, например, смотреть за детьми. Не нужно искать, куда бы летом их там сбавить, потому что я должен работать, ты должна работать, что мы будем делать с детьми, у нас родителей нет, или они не могут смотреть. Поэтому это головоломка очень частая здесь в Испании, именно поэтому многие люди не заводят детей, не решаются на этот шаг, потому что нереально совместить работу с семьей. К сожалению глубочайшему. Но сейчас, когда вырос спрос и предложение на телеработу, то на самом деле все по чуть-чуть меняется. Говорят, что Испания является второй страной по росту удаленной работы. И на первом месте находится Франция, где случаи именно предложения такой удаленной работы повысились аж на 463%, ну а в Испании вот на 214%. И многие сейчас компании все-таки предлагают уже просто так, потому что им выгодно, им не нужно в офисе платить за электричество, им не нужно много чего делать, и они просто удаленную работу предлагают. Это могут быть какие-то колл-центры, то есть какие-то центры по звонкам, где сидят операторы, телеоператоры. Это могут быть какие-то агентства даже, где вы сидите с телефона, отвечаете, делаете брони, например, то же самое. Конечно же никто не отменяет, что вам придется отчитываться, возможно там раз в месяц или раз в какое-то время съездить в офис, или там скайп-конференции делать что-либо подобное, но по крайней мере работать можно с дома, а зарплаты такие же, как были бы, если бы вы ездили в офис. Так что многим это нравится, пришлось по вкусу здесь, в Испании, и поэтому возможно такой вид работы и надолго задержится у нас. Еще одна новость поступила от Аэна. Аэна это покровитель всех аэропортов у нас в Испании. Они не хотят, чтобы аэропорт любой в Испании в целом давал плохой имидж, то есть показывал себя с плохой стороны, когда приезжают туристы, а вы знаете, что сейчас туристов намного больше стало. Конечно же мы не достигли того уровня, который был в 2019 году, но все же люди приезжают, и немало. Поэтому когда вы приезжаете в аэропорт, вы конечно же хотите видеть все, как в былые времена. Вы хотите видеть магазинчики, может там что-то прикупить, или на выезде из Испании забыли купить кому-то сувенир, у многих такое бывало, и вам нужно что-то купить, и вы идете вот в дьюти-фри там что-то прикупить для своих близких, родных, для друзей, например, знакомых. Поэтому магазины нужны. Хотите вы там чашечку чая, кофе выпить, позавтракать перед рейсом, тоже бары, кафешки, ресторанчики должны быть открытыми. Но во многих аэропортах они продолжают быть под замком. Именно поэтому Аэна выпустила официальное письмо, которое она выслала всем тем заведениям в аэропортах своих, которые до сих пор еще не открылись. В этом письме они открыты, не то чтобы шантажировали, но сказали просто одну фразу. Если вы сейчас же не открываетесь, то мы повысим вам в три раза вашу арендную плату. Не спешите говорить, что они этого не могут делать, потому что, согласно официальным документам, в контрактах, которые Аэна подписывала со всеми этими бизнесами, которые там находятся и снимают у них помещение, есть одна, называется она клаусула, то есть есть один пункт, в котором указано, что они обязаны открываться. Не просто из-за пандемии, а вообще, то есть они не могут быть закрытыми, если аэропорт работает. Опираясь на этот пункт, они сказали, или вы открываетесь, или в три раза больше будете платить. Напишите мне, как думаете вы, считаете ли вы, что это честно, давить так на фирмы, чтобы они в принудительном порядке открывались, если, к примеру, они пока видят, что они если откроются, то банкрот будет, они не смогут ни за аренду платить, ни за что вообще. Или же вы считаете, что это честно, и они обязаны вернуться к работе, потому что все-таки туристы есть, и если не начать работать никогда, то никогда и не выйти из кризиса. Жду ваших комментариев. И последняя новость поступила к нам из нашего любимого региона, нашей провинции Аликанте. Наконец-таки сказали, что 75% всех туристических апартаментов, а их у нас, внимание, примерно 52 тысячи, это имеется в виду те апартаменты, которые имеют официальный сертификат, то есть туристический номер, которые зарегистрированы, как те апартаменты, которые используются для туристов на краткосрочную аренду. Так вот, 75% из них, что замечательно, уже заняты на весь август. Представляете, когда-то мы с вами гуляли, ходили, я вам рассказывала, что вот, посмотрите, здесь снимается, здесь сдается, 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 все апартаменты пустуют, цены упали, но сейчас ситуация опять по чуть-чуть восстанавливается. Это правда, что сдают эти апартаменты за сумму примерно на 10% меньше, чем она была до пандемии в том же августе, но все равно почти суммы уже нормализовались и почти просто то же самое, что было до всего вот этого, что с нами произошло. Поэтому, конечно же, многие люди с облегчением вздохнули, потому что я знаю, что у многих людей бизнес построен именно на этом, чтобы сдавать апартаменты для туристов и им пришлось, наверное, больше года, так точно, ждать, пока ситуация наконец-таки нормализуется, пока хлынут туристы в нашу зону, ну и наконец-таки они дождались. Кстати, еще хочу сказать, что в среднем также указывают на то, что аренда жилья обычная, то есть долгосрочная аренда жилья тоже восстанавливается. Пока что, по крайней мере, у нас здесь в Альбире, в нашей зоне, все-таки есть большое количество квартир, домов, которые сдаются, но начинает появляться на них спрос, понимаете? То есть, если вы раньше, например, в прошлом году, в сентябре, будто, например, в сентябре, вот зимой, если вы могли даже торговаться и говорить, что если ты хочешь, я тебе даю там на 100 евро меньше, если нет, то я пошел другое искать. То есть, вы были в выигрышном положении, но сейчас, когда уже спрос опять появляется, то те люди, которые хотят взять в аренду жилье, они уже не находятся в таком прекрасном положении, чтобы торговаться, и, возможно, уже даже несколько запросов на одну и ту же недвижимость, поэтому с этим нужно быть поосторожнее и пытаться как-то договориться. Возможно, 50 евро они вам и скинут, да, но, например, 100 уже вряд ли, хотя все зависит от цены того дома, который вы хотите взять в аренду. Так что все по чуть-чуть восстанавливается. Конечно же, восстановление цены на аренду зависит от многих факторов, безусловно, но, по крайней мере, уже видно, что люди вроде бы как подкопили денег, что есть интерес и есть, главное, спрос, который по чуть-чуть уравнивается медленно, но все-таки выравнивается с предложением. Поэтому вроде бы как все налаживается. Что же касается погоды на сегодняшний день, как вы видите, у нас до сих пор почему-то облачно, хотя в прогнозе погоды сказано, что будет как бы небольшой такой туман, знаете, но не густые облака. По идее, вот он здесь и есть, небольшой туман, но достаточно для того, чтобы скрыть это жаркое солнце. Поэтому, хоть уже с сегодняшнего дня говорят, что температуры начинают вырастать во многих зонах, пришла уже эта волна жары, но, по крайней мере, нас на Средиземном море она пока еще не коснулась, что просто замечательно. Так вот, вот что будет происходить сегодня. Как вы видите, все-таки во многих зонах есть вот такой вот небольшой туман, такие тонкие облака, но как раз таки самое то, чтобы закрыть солнце, как я уже говорила, и всего лишь на севере возможны более густые облака, и там возможен кратковременный дождь. Что же касается температур на сегодняшний день, ой, сегодня есть 11 предупреждений, 6 из них оранжевые, а другие желтые, то есть среднего риска, а желтые это низкого риска. Но все-таки предупреждение из-за высоких температур. В 11 частях, но Средиземное море, наш вот регион, Валенсии, не входит пока что в этот список. Есть зоны, как вы видите, которые окрашены уже в голубой цвет, вот в темно-синий, точнее, и это те зоны, где температура будет достигать примерно 40 градусов. Будет это происходить в Андалусии на юге Испании и на севере в зоне Каталонии. Сегодня обещают в Аликанте 33 градуса, хотя на данный момент у нас градусов, наверное, 29, плюс-минус, но еще раннее утро, еще все может измениться, и вот там вот уже более-менее как безоблачное небо, туман остался только здесь. Дальше в Барселоне сегодня обещают плюс 30, в Гранаде 41, в Малаге и Марбеи 32, в Севии 39, в Мадриде плюс 38, там тоже жарко. Почему? Потому что, как мы уже говорили, в Мадриде просто не успевает город, город накаляется, это бетон, это кирпич, это стройматериалы, которые очень накаляются из-за жары, и они просто-напросто не успевают остыть за ночь, поэтому температуры там начинают расти. В Мурсии плюс 37, сегодня тоже жарко, но там сухой воздух, более сухой, чем здесь, поэтому там легче переносится. На Болярских островах плюс 35, туда тоже пришла жара, и на Канарских плюс 25, плюс 29, ну а в Валенсии чуточку прохладнее, чем здесь, плюс 31. Как я уже сказала, завтра у нас уже почти по всей Испании будут оранжевые предупреждения, и в Каталонии, и в Андалусии будут красные предупреждения, которых не было давно. Возможно было только один раз этим летом, а то из прошлого вообще такого не было, поэтому там будут красные предупреждения, поэтому лучше серьезно, поверьте мне, в обед не выходить на улицу, потому что это просто-напросто опасно для здоровья. Надеюсь, вам были интересны наши сегодняшние новости, желаю вам всем прекрасного сегодняшнего дня, ну а мы с вами, конечно же, увидимся завтра в новой рубрике. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok